Всем привет, друзья! Спасибо большое, что пришли посмотреть меня снова. Сегодня мы будем качать спину, мы не будем использовать ни штангу, ни гантели, никакого другого железа. Мы будем делать это всё дома и будем использовать только две вещи. Это резинка и палка. Если у вас нет резинки, то вы можете приобрести её на воркаут-шопе. Ссылочка будет в описании. Это гораздо дешевле выходит, чем набор гантелей-штанг. Ну или просто можете вырвать из батиных трусов. Сегодня мы будем симулировать как блочные тренажёры, так и гантелю и штангу. Ну, поехали! Первое упражнение у нас будет заменять горизонтальную тягу на блочном тренажёре. Знаете, да, это тренажёр, когда вы садитесь, упираетесь ногами, берётесь за эту штучку и вот так тянете назад. Сейчас я вам покажу, как заменить его с резинкой. Для этого нам понадобится обычное кресло, на которое мы накинем резинку. Больше ничего нам не надо. В эту резинку мы вставляем палку и наш тренажёр готов. Для того, чтобы это упражнение было максимально похоже на то, о котором мы говорим, мы должны встать вот таким вот образом, даже можно сказать сесть, делаем спину прямо и работаем только руками. У нас спина вот так не ходит. Спина всегда прямо, работаем только руками и тянем наши локти назад. В этом упражнении так же. Когда вы делаете усилия, туда идёте, да, вы должны делать выдох. Когда обратно, делайте вдох. Так делаем 4 подходика по 12-15 повторений. Следующее упражнение у нас будет имитировать подъём гантели в наклоне, поочерёдно каждой рукой. Для этого нам нужно запихнуть эту резинку под ножку нашего кресла. После этого делаем такое же упражнение, как и с гантелей. Встаём, обо что-то упираемся и делаем вот такое вот движение. Немножко спинку выгибаем, чтобы задействовалась больше спина, не просто рукой махать. То есть выгибаем спинку и тянем наш локоть назад. У нас должно быть ощущение, что работает именно широчайшая мышца. Должна работать спина. Если нету такого ощущения, то вы качайте руки. Короче, поехали. Берём резинку, встаём на наше кресло, выгибаем спинку, задницу отклячиваем назад, держимся вот за эту штуку, короче, и погнали. Делаем таких 3-4 подходика по 12-15 повторений. Следующее упражнение у нас будет заменять тягу штанги в наклоне, да? Когда мы встаём тоже и начинаем вот так бам-бам тянуть нашу штангу. Делаем то же самое с резинкой с использованием дивана. Для этого нам надо просто нашу резинку запихнуть в подобие ножки дивана. И тогда у нас получится офигенный тренажёр для прокачки широчайших мышц. После того, как запихнули нашу резину под диванчик, мы должны её взять и вставить туда палочку. Видите, да, что образовалось? У нас образовалась вот такая позиция. Опять отклячиваем нашу задницу назад. Задницу не приседаем, а задницу назад вот так отклячиваем. Спина у нас тоже более-менее ровная должна быть. Не 90 градусов, конечно, но примерно вот так. И погнали! Тянем опять локтями назад. Не просто руками тянем, а локти вы должны отвозить назад. И чувствовать, как сокращается ваша широчайшая мышца. Поехали! Делаем таких 4 подхода по 12-15 повторений. Ещё если вас, конечно, мамка не ушатает, то можете прицепить эту резинку к карнизу и поделать упражнение, симулирующее вот эту вертикальную тягу, да? Вот так, оп! Оп! Но я этого делать не буду. Так, друзья, я вам показал базовые упражнения, которые прокачивают много элементов спины. Там широчайшую мышцу, круглую, большую, круглую, малую и так далее. Делайте эти упражнения. Если у вас нет никаких железяк дома, то это отличный, отличный инструмент для прокачки спины. У нас осталось ещё 2 мышцы, на которые нужно снять видео. Это трицепс и ноги. Будем снимать. Так что подписывайтесь на канал, если хотите увидеть больше видео, хотите больше прокачки с резинкой. Подписывайтесь, ставьте лайки. И увидимся в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok